Всем доброго времени суток. В общем, закончилась моя история с запретом на регистрацию автомобиля. То есть у меня получилось снять запрет на регистрацию. Если вкратце, в общем, я шестой хозяин автомобиля, и когда я пришел вставить машину на учет, на четвертого владельца автомобиля был наложен запрет на регистрационные действия. В общем, как происходило само дело. То есть я пришел в ГАИ со всем пакетом документов. Был осмотр машины, то есть мы сверили номера. Номер на раме у меня не читается, номер кузова не читается. Ничего не спустил, у тебя хоть что-нибудь на ней читается. Потому что если никаких номеров не читать, то это будет официальный запрет. Ну, как бы официальный отказ. Я говорю, да, у меня читается полицейская табличка, то есть табличка под капотом автомобиля. Они говорят, ну, все, пошли посмотрим. Мы подошли к автомобилю, я открыл капот. ГАИшник сверил ВИН-номер, который на полицейской этой табличке. Я говорю, ну, все, типа, никаких проблем, пошли обратно. Подходим обратно к окошку, и мне выдают, что на машину наложим запрет на регистрацию. Я, в смысле, как запрет? Ну, вот так получается. Короче, вы не можете поставить машину на учет, на нее наложим запрет. Причем запрет наложим на четвертого хозяина, а я уже шестой. Я говорю, и что делать? Ну, типа, ну, так и так. Вот, вот, заплатили госпошлину, да, которая платится при постановке машины на учет. И здесь два варианта. Либо первое, я делаю вам официальный отказ на постановку на учет. Вы идете, снимаете этот запрет. Потом возвращаетесь, заново оплачиваете госпошлину, короче, и продолжаем всю эту процедуру. Или я могу вам поставить, что вы не явились, типа, в срок. То есть, вы, дети, решаете свои вопросы с запретом на регистрацию, и потом возвращаетесь. То есть, нужно будет запомнить номер платежки оплаты госпошлины, короче, и повторно оплачивать ее не надо будет. Я говорю, ну, типа, хорошо, ладно, типа, официальный отказ делать не надо, короче, я пойду, может, успею. Блин, сижу, короче, рассказываю, мимо люди ходят. И, как бы, не привык я сам болтать на камеру, поэтому, значит, такое дикое стремное чувство. Грубо говоря, как говорят приставы, мы сначала спросили, типа, на того ли человека мы накладываем запрет. Но, что, в ГАИ им ответили, что да, на того. Типа, да, он является собственником. Еще я объясняю, что, как бы, он не то, что не собственник, он уже давно не собственник. То есть, тот человек, на которого наложена регистрация, он четвертый хозяин, а я уже вообще шестой. Я звонил предыдущему хозяину машину, говорю, типа, так и так, короче, не могу поставить на учет. Он, а что случилось? Я говорю, ну, вот наложенный запрет на регистрацию. Он говорит, странно, типа, я вот в областном ГАИ, короче, ставил, то есть, ну, как бы, все, никаких проблем, никаких запретов у меня не было. Я говорю, ну, я вот только что, короче, вышел с ГАИ, туда-сюда, короче, у меня вот отказ. Он мне объяснил, то, что у него была такая проблема, что это все решаемо, то есть, придется, как бы, побегать туда-сюда, но, ну, страшного в этом, по сути, ничего нет. Я через интернет, короче, мы пробили номер запрета, кто наложил запрет, то есть, там фамилия, имя, все есть. Также, короче, я уже не помню, то ли через интернет, то ли у приставов у меня получилось найти номер этих судебных приставов, я дозвонился им, объяснил ситуацию, мне предложили два варианта. Первый, это можно взять весь пакет документов и поехать туда же в Мурманск, конкретно к тем приставам, которые наложили запрет, и решать с ними вопрос на месте. То есть, объяснять, что человек, на которого наложен запрет, он уже не хозяин автомобиля, что хозяин я. Документы, короче, на то, что машина уже сменила несколько хозяев, то есть, привести пакет документов, показать, как аргумент, что этот человек не является собственником машины. Либо можно было написать заявление и отправить им по электронной почте. Мы отправили документы, в общем-то, по электронной почте, и прошла неделя тишина, прошла вторая неделя тишина. Ну и вот, сегодня какое у нас, 4 декабря, да, то есть, буквально практически месяц прошел, и мне жена написала смс-ку, что вот, типа, запрет снят. Я зашел на сайт, проверил, все, да, все, то есть, по сути, получается, что никаких проблем, в принципе, с этим нет. То есть, если сложилась такая ситуация, то, как бы, ничего страшного, берем, находим номер этого пристава, звоним, объясняем всю ситуацию. Он дает адрес электронной почты, отправляем весь комплект документов вместе с заявлением. На рассмотрение этого заявления отводится около месяца. В общем, 3 недели мне пришлось подождать, и в итоге запрет на регистрацию снят. Как бы, по сути, все, что с этого получилось плохо, это то, что я просрочил вот эти вот 10 дней, которые даются на постановку на учет, и теперь мне придется заплатить штраф в 1500. Ну, как бы, ну, ладно, ничего страшного. Ну, раз так получилось, так получилось, как бы, ну, никто от этого не застрахован, и, то есть, если вы не хотите таких проблем, то ищите машину с одним хозяевом, да, ее проверяйте, чтобы на ней все было чисто, и это будет проще. А так как я был шестой хозяин, то, в принципе, я подозревал, что может быть такой вариант, что улиц какой-то без геморроя у очередного владельца машины. То есть, как бы, это естественно. Но, опять же, ничего там страшного нету. Как бы, все такие вопросы решаемы. В общем, как-то так. Сейчас проблема только в том, что пока вот эти 10 дней, да, пока я катался, у меня был дохлый аккумулятор, и я грешил все на свечке. Еще у меня есть подозрение о том, что заводушена топливная система. В общем, машина пока не на ходу. И теперь вставает вторая проблема. Теперь, блин, никаких проблем с постановкой на учет нету, но есть проблема с тем, чтобы доехать до ГАИ поставить на учет. Вот как эту проблему решить, я пока не знаю. Но, как говорится, решаем проблемы по мере их поступления. Так что, как-то так. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Дальше будет много интересного. Дальше будет много интересного.